добрый день сегодня в студии город плюс заместитель председателя комитета по строительству евгений барановский евгений добрый день евгений к 2019 году губернатором санкт-петербурга поставлена задача окончательно решить вопросы с обманутыми дольщиками хотелось бы комментария от вас что делается для этого да действительно поставлена задача губернатором 19 могут совершить достройку всех проблемных объектов на территории санкт-петербурга для этого нашим курирующим вице-губернатором отвечающим за блоками николаевича малбином выстроена работа всего блока это не только комитет по строительству этой службы госстрой надзора и комитет по энергетике весь блок жизнеобеспечения выстроена системная работа в отношении каждого объекта полностью оценены необходимые средства и мероприятия для достройки каждого объекта а сколько таких объектов сейчас всего на сегодня по на 1 января 18 года санкт-петербурге официально названными проблемными объектами является оставалось 18 проблемных объектов включающих себя 39 проблемных домов за два последних года вот если взять вот что удалось в этой области на последний год у нас был рекордным нам удалось за семнадцатый год сдать 33 проблемных дома и 10000 квартир получили граждане которые считаются обманутыми до 10000 семей получается люди решили свои проблемы да например если взять крупнейшие не достроить санкт-петербурга то взять века город например и взять каменку уже пока город мы ввели два тысячных дома летом 2017 года и каменку первые дома опрошены которые по новой схеме были введены 16 17 год и сейчас планомерно уже мы вот завершили строительство трех корпусов еще комплексного кгк город одна схема где партнером города выступают банк санкт-петербург в отношении каменки это федеральные органы власти в пятнадцатом году выработали схему до финансирования потому что су-155 проблема не только санкт-петербурга это всей страны застройщик который оказался банкротом но в части строительства су-155 все равно за нами как за регионом остается весь контроль надзор по достройке объект на каждый объект каждый из проблемных нет универсального рецепта универсально есть подходе системном как мы с вами проговорили это комплексное изучение проекта проведение отсечки но выработка тех или иных механизмов подостроить подостройки например охта модерн сложнейшая долгострой на территории санкт-петербурга вот только принято решение откликнулась компания в сэр крупнейший застройщик санкт-петербурга помочь ввести в эксплуатацию данный объект евгений а что самое сложное в этой работе вот с точки зрения государственного служащего самое сложное в этой работе в том что мы так или иначе становимся стороной в отношении хозяйствующих субъектов по большому счету у нас нет ни инструментов не компетенций на достройку проблемных объектов мы не можем распоряжаться бюджетными средствами потому что бюджетные средства идут на садике школы на дороге и на объекты социальной инфраструктуры жизнедеятельности города здесь хозяйствующие субъект но дома мы должны обязаны достроить потому что проблемы граждан и жителей санкт-петербурга качество проживания комфорт проживания террористом типов граждан обеспечить это наша прямая задача сейчас март 2018 года до конца девятнадцатого года остается немногим более полутора лет в городе 18 проблемных объектов 39 проблемных домов вот как вы планируете решить эту задачу нами разработана и колени клача малбином утверждена нам работу план карта которая подразумевает под собой большой спектр задач и мероприятий которые необходимо выполнить в отношении каждого объекта и действительно у нас по итогам семнадцатого года мы сдали 33 дома по итогам восемнадцатого года мы должны сдать 30 домов и на девятнадцатый год мы оставляем 9 домов из планкарты один из которых дом он вообще не будет достроен и такой недострой есть населета санкт-петербурга для него для подобных случаев принят отдельный закон субъекта санкт-петербурга по которому обманутые дольщики данный случай получают квартиры в натуральном виде там и ведет тоже реестр комитета социальной политики но такой дом есть и решение принято что хочется посоветовать гражданам прежде чем покупкам ну во первых безусловно проверять всю историю застройщика где во всех возможных открытых источник просто просто даже в интернете смотреть смотреть в интернете прежде чем ну во первых это сделки должны быть только по 214 федеральному закону если долевое строительство да если вы планируете если вы покупаете на сегодня еще не существующий объект то есть второй момент ну во первых а репутация застройщика б смотрите за ходом строительно-монтажных работ c еще раз история показывает что если застройщик не строил ничего вдруг берется строить 100 домов одновременно как минимум стоит понаблюдать достаточно долгий срок еще раз это ваши деньги это ваши инвестиции это ваша жизнь и вкладывая существенные средства в еще пока не возведенный объект нужно очень взвешено подходить к оценке комитет по строительству принимает по вторникам у нас день открытых дверей на первом этаже не нужно ни пропуска ничего заказывать приходите и отделка по контролю за древым строительством принимает сайт есть все методички все все публично работает перечень проблемных застройщиков на территорию санкт-петербурга он известен он публичный также они все есть во всех картах спасибо спасибо а